Последовали годы лишений. Помощь Ламмерса была единственной поддержкой, однако Эдгару уже ничто не могло удержать. Его предсказания становились все глобальнее и подробнее. Как будто кто-то, кого он называл своим источником, давал ему все новые и нередко просто поразительные знания. Именно в этот период Кейси начал рассказывать об истории земной цивилизации и ее тайны. Он говорил, что до существования великой культуры Египта жил народ, который владел огромными знаниями и построил высокоразвитое государство. Люди этой страны могли передвигать огромные тяжести, без особого труда разрезать самые твердые породы. Гранит и базальт легко поддавались загадочным инструментам этих строителей. Они владели такими знаниями, которые были недоступны не только древним египтянам, но и сегодняшней науки. Современные открытия подтверждают слова Эдгара Кейси. Экспедиция российского исследователя Андрея Склярова нашла уникальные свидетельства, что при строительстве египетских пирамид была использована техника, превосходящая по своим возможностям все современные аналоги. Любой инструмент, обрабатывающий камень, оставляет определенные следы. И по этим следам всегда можно определить параметры этого инструмента, что он из себя представлял. И мы нашли такие следы, которые мы сейчас при задействовании всех, всей известной нам техники и технологии обработки камня воспроизвести просто не в состоянии. Причем обработка не только мягких пород типа известняка, но и твердых пород, и особенно твердых пород базальта, гранита, кварцита, вот таких, на которых эти следы остались очень неотчетливы. Его прозрения подтвердились. Следы, оставленные этой цивилизацией, были обнаружены. Кейси называл ее Атлантидой. Он рассказывал, что для получения энергии огромной силы Атланты использовали большие кристаллические блоки. Ясновидец утверждал, что эти кристаллы находятся на дне моря к западу от острова Андрос, Багамского архипелада. Через полвека именно в этом районе, о котором он говорил, были сделаны удивительные открытия. В самом центре Бермудского треугольника на дне океана обнаружили гигантскую подводную пирамиду. Сенсационная новость была оглашена учеными на пресс-конференции во Флориде. Журналистам предоставили соответствующие материалы исследований, фотографии и эхограммы. По размерам это сооружение в три раза больше знаменитой пирамиды Хеопса. И если Кейси прав, то объект на дне Бермудского треугольника это так называемый большой силовой кристалл Атланты. Более того, он предупреждал об опасности судоходства в районе так называемого Бермудского треугольника, так как страшная энергия действует там до сих пор. В свое время этой пирамидой занимался Чарльз Берлиц, известный американский атлантолог. Он говорил в своих трудах, что да, действительно, эта пирамида, она со времен Атлантиды существует под Бермудском треугольнике. И в каркасе этой пирамиды какая-то энергетическая стоит, очень мощная такая установка. Кейси говорил и о причинах гибели Атлантиды. Эта цивилизация пала, став жертвой искушения. Он сообщал о том, что Атланты достигли высокого технического развития. У них были летательные аппараты, лазерное оружие, неизвестные нам источники энергии и многое другое. Но после того, как они стали использовать свое могущество во зло, последовали катастрофы. Произошло извержение вулкана, и остров погрузился в глубины Атлантического океана. Все это вполне совпадает с описанием Атлантиды греческого философа Платона, который утверждал, что еще 10 тысяч лет назад произошло страшное землетрясение, и большой остров Атлантис погрузился в море. Кейси говорил, Атлантида погибла, но часть ее знаний перешла к древнему Египту. В 1932 году был создан фонд Эдгара Кейси, и в основном он создавался по проблеме Атлантиды. Они хотели найти Атлантиду вначале в Египте, а потом перешли на Багамские острова. Согласно Кейси, погибли не все жители Атлантиды. Некоторые спаслись и поселились на землях в Северной Африке и в Европе. По его рассказам, переселенцы из Атлантиды отправились также в Египет и в Центральную Америку, где появились известные нам древние цивилизации. Но внутреннему зрению, ясновидящего, открывалось не только далекое прошлое, но и более близкое будущее. В середине 20-х годов Кейси делает целый ряд удивительных пророчеств. Находясь в состоянии гипнотического транса, он предсказывает, в конце 20-х в США разразится экономический кризис. В 1929 году, как он и предвидел, Америка повергнута в страшный хаос. В стране безработица, обнищание, депрессия. Сбываются не только глобальные предсказания, но и все мелкие подробности, которые описывал Кейси. Крах на фондовой бирже, начало экономического подъема с 1933 года. В это время он предвидит Вторую мировую войну, которая должна начаться в 1939-м. Образование государства Израиль и обретение Индии независимости. Его пророчество в 30-х о том, что в конце 20-го века премьер-министром Великобритании станет женщина, вызвало у всех немалое удивление. Как мы знаем, сбылось и это предсказание Кейси. Женщиной премьер-министром Великобритании стала Маргарет Тейчер. Он предвидел экономическое развитие Китая. И действительно, в последние четверти 20-го века уровень жизни в Китае вырос в 10 раз. В 30-е годы Кейси стал чаще задумываться о судьбах всего человечества. Его таинственный, но практически безграничный источник, как он сам его называл, открывал взору ясновидца новые дали. Сегодня серьезно изучают пророчества Кейси относительно земных катаклизмов, смены полюсов и геологических сдвигов. Некоторые из них сбываются уже сейчас. Однако при этом надо сказать, что сам Кейси не считал пророчества абсолютной истиной и неоднократно подчеркивал, что полностью ничего нельзя предопределить. Кейси предопределяется только возможность. Многое зависит от свободной воли, как отдельного человека, так и всего человечества. Если он проявит добрую волю и постарается жить в согласии с законами Бога, то сбудется самое лучшее из всех возможных вариантов его будущего. О вступлении человечества в новую эпоху Кейси связывал с судьбой России. Он вообще был неравнодушен к России. В самый разгар сталинской тирании он говорил, «Надежда придет в мир из России, не от коммунистов, не от большевиков. А из освобожденной России пройдут годы, прежде чем это случится. Новое религиозное развитие России даст миру последнюю надежду». Центром возрождающейся цивилизации он видел Западную Сибирь, которая станет ноевым ковчегом для спасения людей, готовых к дальнейшей эволюции. В Западной Сибири уже идет накопление чистой энергии. Она защитит эту землю от разрушающего действия природных и энергетических катаклизмов. Западная Сибирь останется почти невредимой. С точки зрения каких-то катаклизмов, самыми неприятными местами являются границы плиты. Эти складчатые пояса, вот там горы и так далее. Самым надежным в середине каждой плиты, особенно там Западная Сибирь, это одна из самых надежных областей на свете. Там никогда ничего не будет. Ни землетрясений, ни цунами, ни наводнений. Там все тихо, спокойно. И так было миллионы лет. И будет миллион лет. Кейси предвидел войны и мир, депрессию и межнациональные конфликты. Он предсказал не только окончание коммунизма в России, но и то, что она станет надеждой всего мира. 1941 год. Вторая мировая война уже в полном разгаре. Оба сына Кейси, Хью Лин и Эдгар Эванс, находятся на военной службе в Европе. А их друг, молодой человек, был в это время в гостях в доме их родителей. Юноша раздумывает, следует ли ему пойти в армию или на флот. Он хочет узнать, как долго ему придется служить, и спрашивает у Кейси, сколько лет продлится война. Ответ следует незамедлительно. По крайней мере, до 1945 года. В марте 1943-го Томас Сюгру, бывший биограф Эдгара Кейси, опубликовал книгу «Река жизни». Шквал общественного интереса к Кейси превращается в девятый вал. Письма доставляются тоннами в грузовиках. Вокруг его дома разбит палаточный городок, где люди ждут очереди, чтобы получить доступ к ясновидящему. Для них он последняя надежда. Кейси уже 66 лет, но он стремится помочь всем. Его распорядок дня резко меняется. Количество сеансов доходит до 4-6, а иногда до 12 в день. С июня 1943 по июнь 1944 года он провел около полутора тысяч сеансов. Возросшие нагрузки отразились на здоровье Эдгара. И в августе 1944 года он слег от нервного истощения. И источник, с которым в трансе общается Кейси, дает краткий совет. Пусть отойдет от дел и отдохнет. На вопрос надолго? Отвечает следующий, пока не выздоровеет или не умрет. Через некоторое время Кейси как будто почувствовал себя лучше, был бодрым, строил планы на будущее. Но в сентябре 1944 года последовал приступ паралича, от которого он уже не оправился. В день благодарения младший сын Эдгара Эванс привез отца домой из лечебницы в санитарной машине. Глэдис, его бессменная стенографистка, вспоминает. На мистера Кейси было жалко смотреть. Его внесли на носилках, и он был так слаб, что не мог говорить даже шепотом. На глазах блестели слезы. Радость, что он снова дома, омрачалась страданием от своей беспомощности. С середины декабря Кейси время от времени впадает в коматозное состояние, а приходя в себя, находит силы говорить жене, как сильно он ее любит. 3 января 1945 года, около 7 вечера, Эдгар Кейси тихо отошел в мир иной, в возрасте 67 лет. Он умер именно в тот день и час, который сам заранее предсказал. Любому здравомыслящему человеку трудно сразу поверить в масштабы наследия Эдгара Кейси. Он оставил более 14 тысяч стенографических записей, 26 тысяч предсказаний, 30 тысяч диагнозов на основе ясновидения. О Настрадамусе спорят и пытаются разгадать его Катрена уже более 4 веков. Кейси – другое дело. Его не надо разгадывать. Он говорил все открытым текстом, называя год, а иногда и день события. Никаких намеков и туманностей. В 1934-м Кейси говорит о начале Второй мировой войны, затем о нападении Японии на США, о предстоящем самоубийстве Адольфа Гитлера. В 1945-м он предвидит окончание коммунистического правления в России. Все в том же 1934-м Кейси предсказывает ряд катастроф, которые произойдут в период с 1956 по 2000 год. Поразительно. Но большинство его пророчеств о грядущих катаклизмах сбылись. Как он и предполагал, в мае 1960 года в Чили произошло крупнейшее землетрясение силы почти 10 баллов. В период с 1965 по 1971 год была зафиксирована серия землетрясений в Исландии, о которых он тоже предупреждал. А в мае 1988-го одно из самых крупных землетрясений в Антарктиде... Субтитры создавал DimaTorzok На Западе выходят книги, снимаются фильмы о его предсказаниях. В США его наследие изучает целый институт в штате Вирджиния. У нас о нем знают немногие, хотя он предрекал России великое будущее уже в наступившем 21 веке. Так кто же он, Эдгар Кейси? И что он хотел дать людям?